и снова всем здравствуйте друзья мои я очень рада видеть вас снова на своем канале надеюсь что сегодня моя прогулка с вами по лесу немного прибавит вам солнечного настроения а возможно даже и скрасит вашу самоизоляцию в квартирах у меня многие спрашивают о моей дочери у меня дочка одна и я бы хотела сегодня немного о ней рассказать мне почему-то на ум сразу приходит песня александра вертинского помните доченьки 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 мои где же вы мои ноченьки где же соловьи но у него было две доченьки а у меня одна и так все по порядку друзья спрашивают многом и часто что почему вы не рассказываете о своей дочери почему вы не показываете своих внуков а что там такое всем же интересно так вот сообщаю друзья я не показываю свою дочь и внуков потому что мы живем в разных странах так получилось и моя дочь она живет в россии кто-то тоже тут мне сказал как вы же как же вы почему же вы что это такое что вы не свою семью сюда не забрали ну вот вы знаете друзья я не зачитываю вопросы конечно но иногда вот эти вопросы такие специфические они наверное требуют разъяснения поэтому я хочу сказать что я-то уехала сюда в англию когда мне было 54 года повторяю это было двух тысячи десятый год и естественно уже моя дочь она была взрослая мало того что она была взрослая она уже имела семью почему-то существует мнение что там на западе жизнь лучше за горизонтом и мужчины там тоже лучше вот европе в америке в канаде чем здесь наши я эту позицию никогда не разделяла и даже когда сама ознакомилась по интернету с обоими своими мужьями я знакомилась именно в россии специально у меня мама много лет назад вышла замуж за англичанина уехала туда и меня все время подстрекала тоже но нет я не хотела никак этого и конечно же понимаете я не мечтала чтобы может быть когда-нибудь мои внуки учились к эмбридже в оксфорде в лучших университетах здесь и может быть даже это был один из стимулов которые меня подвигли на то что я вот вот так вот переехала без оглядки бросив все оставив работу конечно же это был не главный стимул и у меня была мотивация отъезда совсем другая как вы знаете я хотела найти друга я хотела найти как-то более для себя комфортную интересную жизнь чтобы кто-то был рядом когда я развелась то понимаете я дальше воспитывала свою дочь одна и это у меня была единственная любимая доченька но тогда нагрянули эти страшные девяностые годы вот я очень удачно так в кавычках развелась я развелась восемьдесят девятом году а в девяностом девяносто первом все рухнуло и я вообще потеряла работу свою в проектном институте в котором 15 лет до этого работала и поэтому и ребенку у меня тогда на тот момент было всего шесть лет то есть ну в общем так сказать очень сложно как вы понимаете для женщины какая бы она сильная не была можно надорваться но об этом наверное если кому-то интересно более подробно можно посмотреть вот я скину наверху сейчас вам всплывет ссылочка справа вверху подробно об этом так что я хочу сказать и я всегда старалась для своей любимой доченьки дашеньки что бы ей было как говорится более комфортно жить но наверное все равно понимаете нас никто никогда не учил психологии отношений мы сами барахтались а потом еще когда на первый план всплывает вопрос просто как заработать деньги чтобы просто хватило на хлеб то тут уже понимаете ли не до каких-то там я не знаю других проблем ну по крайней мере вот у меня я как загнанная лошадь рвалась и я пыталась бегала и туда и сюда как вы знаете я заочно закончила финансовый университет московский в зф и и это тоже было очень сложно я параллельно ездила тогда в лужники из архангельска закупала там какие-то вещи чтобы их продавать и потом я устроилась на работу там копейки платили но тем не менее для меня вообще было как говорится невозможно себе представить чтобы я вот так вот вдруг оказалась вообще без работы то есть я хваталась за любую работу я не сидела никогда без работы больше месяца это было неприемлемо но в общем понимаете дурдом какой-то и конечно же моя дочка большую часть времени она находилась одна и тут опять я старалась чтобы она я я понимала что ребенок один в этой квартире в центре города архангельского квартире на десятом этаже она приходит со школы в два часа дня и до семи часов вечера она одна и это конечно ну очень сильно меня расстраивало и я старалась ее вывозить я старалась ее отправить бабушки на лето я думала что ей там будет лучше но вот понимаете оказалось что дочка моя она когда выросла она предъявила мне очень много претензий что я мало уделяла ей внимание что я ее отправляла чтобы заниматься собой как она это себе воспринимала ну то есть понимаете как-то здесь у нас с ней очень сильно пошли разногласия знаете сказать что кто-то прав кто-то виноват не думаю я что сейчас нам нужно искать правых или виноватых наверное вот просто жизнь как-то так сло хотя хотя тут опять все пенять на жизнь не стоит все равно но наверное и у меня были какие-то косяки наверное у меня были какие-то огрехи на самом деле в воспитании может быть на самом деле я иногда не уделяла должного внимания своей дочери но она у меня всегда была на первом месте в моей жизни и я помню что у меня тогда было очень много ухажеров у меня тогда было вокруг очень много мужчин которые желали со мной дальше идти по жизни вместе но для меня было самое главное приоритетное то как они относятся к моей дочери все таки она тогда была маленькая еще и я несла полностью за нее ответственность и я помню что я отвергла многих которые мне в общем-то нравились и которые были вполне себе хорошей бы партией ну вот из-за того что они относились моей дочке никак скажем так скажем так меня это настораживало и я не связала с ними свою жизнь узами гименея скажем так хотя сейчас я вот думаю опять не стоило мне этого делать если надо было только обращать внимание на то как человек конкретно относится ко мне но тогда понимаете я думала по-другому и когда я уже осталась одна тогда я поняла что я наверное конечно здесь наделала ошибок кто его знает опять же понимаете если бы да кабы и знал где упасть но опять же возвращаюсь к своей любимой дочке я вложила все равно в нее по максимуму то что могла вот такой вот нашей тогда сложной и сумбурной жизни она у меня закончила педагогический институт она на сегодняшний день но это даже в общем-то университет считается и она у меня очень хорошо знает русский язык и на сегодняшний день дочка у меня очень далеко как говорится продвинулась она просто молодец и я горжусь ею интернет как известно это поле абсолютно для любых возможностей и знакомства здесь не исключение я считаю что знакомиться в сети намного эффективнее чем в реальной жизни тем более сейчас сама я с собой ими своими супругами познакомилась именно в интернете с первым это было в 2003 году тогда еще не были так развиты все эти сайты знакомств они висели простенькие и единичные будем так говорить и мы с супругом жили оба в архангельске со вторым мужем я тоже познакомилась в интернете тогда уже было все намного более развито все технологии было больше сайтов все вконтакте там и так далее стало проще но а сейчас тем более она сейчас пишет книги она журналист она парапсихолог она занимается самообразованием постоянно и сама совершенствуется она также прекрасно рисует ну и много других качеств у нее она у меня по гороскопу телец поэтому на вот со мной конечно телец это земной знак как вы знаете он стоит прочно на земле и я помню а я то водолей я же все воздухе летаю пока как говорится мордой об землю не шарахнусь но вот но дочка моя она здесь более практичная я помню даже где-то в 15 лет в 16 она мне говорила мама я посмотрела как можно ты живешь 1 как вообще это можно это невозможно для женщины жить одной я вот вырасту никогда я не буду жить одна ну может быть даже это в чем-то и хорошо но что она решила так глядя на мой такой для нее негативный опыт то что я прожила жизнь одна ну то есть как одна без мужчины хотя вот с дочкой да и кстати через неделю моей дочки день рождения она родилась 1983 году к сожалению не миллениум как тут час называют вот этих вот молодых которые родились 2000 она у меня как раз таки в 2000 году закончила школу и вышла в жизнь кстати так интересно по поводу имени даша когда я ее родила я помню я мне все в общем-то говорили пророчили что у меня будет сын мне было абсолютно все равно но вот говорили что будет сын сын что и там и живот в этим сам остренький и всяко разно и то что мне токсикоза не было что это сын говорят что токсикоз только бывает девочкой которая забирает очень много энергии она хочет быть красивой но вот дочка у меня очень красивая сейчас покажу вам ее посмотрите мою красавицу на этих фото ей 30 35 и 37 лет и вот я тогда помню удивилась что у меня дочка еще а переспросила и когда мне ее показывают в роддоме говорят посмотрите у вас девочка я говорю не может быть они мне говорят мамочка посмотрите внимательно девочка но я говорю ладно ладно хорошо я не в том плане что я вам не верю в том плане что я не верю себе что у меня вдруг девочка вот но я была рада что девочка я решила как же мне ее назвать стала думать и вы знаете тогда был очень популярен сериал хождение по мукам две сестры дарья которую играла ирина алферова красавица наверное те люди которые примерно моего возраста знают и помнят этот сериал от которого мы все с ума сходили тогда и эту красавицу дашу с ее телегиным мужем но и катя у нее сестра конечно старшая но катя-то катя ладно а вот это даша она меня тогда просто покорила и это имя она мне как-то очень понравилась но и я решила назову-ка я свою дочку дашей и тогда восемьдесят третьем году я смею вас уверить что дашь тогда вообще не было и я помню что я тоже как-то знаете даже немножко сомневалась внутренний мой голос мне подсказывал что дашу надо назвать очень хорошо даша дашу то но вот так как это было все таки то на то время еще абсолютно не популярное имя и даже такое как бы старая да это был большой риск но тем не менее я подумала нет я назову будет такое изысканное имя необычное пусть будет даша и вот я ее назвала дашей и спустя каких-то 7 8 может быть 9 лет 90 уже 90-е годы до 90 начала 90-х и дальше там уже даша вдруг почему-то выплыла практически в первые ряды именно имя дарья вдруг стало жутко популярным и помните даже эту песню максима леонидова и по-моему зовут ее даша то ли девушка а то ли виденье и господи опять кстати интересная история максим леонидов которую пел эту пел песню про дашу даша моя когда была маленькая и был популярен как раз вот этот вот ансамбль группа секрет в котором максим леонидов главный герой так скажем и конечно же николай фоменко и два еще других даже не помню их но в общем они косили под битлов и они пели очень много таких популярных интересных песен тогда были очень модные я была пластинка виниловая пластинка большая я ее слушала часто и там на пластинке на ее конверте были нарисованы вот эти вот все четыре исполнителя группа секрет и моя маленькая девочка даша который на той момент по-моему было то ли четыре то ли пять годков и она очень долго все рассматривала вот этот вот конверт с фотографией этих ребят и я у нее спросила горю дашенька тебе нравится эта песня до песни нравится группа секрет да нравится сказала она я говорю а кто тебе здесь из них всех больше всего нравится и даша моя не задумываясь своим малюсеньким пальчиком ткнула именно максима леонидова и сказала вот этот будет моим мужем я его люблю максим леонидов конечно же красавец тогда он был вот ну и вот так вот странным образом повернулась история что потом максим леонидов спел песню даша я оглянулся посмотреть не оглянулась ли она что ну а тогда восемьдесят третьем году когда я назвала свою дочку даша мой муж ему было тогда все равно и когда я все таки немножко сомневалась когда он пришел я у него спросила женя как ты думаешь вот мы назовем нашу дочку дашей он сказал да без проблем тебе нравится а мне все равно даша так даша и как говорится несмотря на то что я все еще сомневалась вот эти все сомнения у пропали когда он так сразу легко согласился а потом я помню я помню я приехала домой с маленькой дочуркой своей ну и мама моя она конечно сразу никак не отреагировала на это имя даши но потом она конечно мне сказала ну да ты конечно долго думала чтоб назвать свою дочку дашей я говорю мам ну ну как бы нормальное имя почему бы и нет вот я говорю у меня знакомая одноклассница тогда помню сына назвала егор тоже было сейчас это как то вот я говорю егор да да господи это такое популярное имя а тогда восемьдесят третьем году это было просто знаете как гром среди ясного неба многие даже наверное сейчас не понимают я чтобы себя поддержать немножко и маму успокоить говорю вот у меня знакомая моя одноклассница назвала сына егор она мне сказала да уж но где егор там и даша сказала мама я подумала ну да так вот так и вышло а бабушка моя на тот момент я говорю было еще жива она у меня девятисотого года рождения очень легко считается ее возраст восемьдесят третьем году я и было восемьдесят три ну и она помню сказала галя как же ты могла так девочку назвать но зачем же это же имя которое у нас носили вот кухарки дашка фроська как она там еще сказала дунька что ж ты так зачем же ну вот я еще больше конечно расстроилась а потом оказалось что пошло это имя наверх 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 и потом оказалось что и мама моя полюбила страшно это имя и даша моя девочка тоже это имя полюбила а еще самое интересное что когда потом пошли сплошь даши рождаться это было где-то наверное 10 лет спустя и моя-то даша была их взрослее естественно она была даша первая наша первая и потом она мне говорит мама представляешь я когда говорю что даша меня зовут все балдеют от моего имени и сразу мне дают меньший возраст чем я на самом деле никто не может поверить что я родилась восемьдесят третьем году когда даши имя еще не было популярным расскажите мне как складывается ваше отношение с вашими детьми на самом ли деле очень сложно понять друг другу отцам и детям и вот эта проблема отцов и детей она всегда будет может быть а может быть и нет но вот у меня эта проблема отцов и детей она возникла как говорится ниоткуда дочка моя вдруг решила после того как она освободилась так скажем дочка моя дочка моя когда жила со мной она никогда не высказывала мне каких-то своих недовольств или что уж не знаю почему ну а потом когда она вышла замуж и и когда она уехала и когда она уехала жить к своему мужу кстати первому у нее сейчас второй муж но то она но то она сразу мне сказала что мама родители это родители а посмотри посмотри почитай библию что муж и жена одна сатана а главное это сейчас это сейчас для меня мой муж а ты ну вот как бы воспитала и ладно тогда первый раз конечно это было для меня как гром среди ясного неба ну вот так а на этом друзья всего вам доброго увидимся вскоре пока пока здравствуйте дамы и господа дорогие мои зрители приветствую вас всех снова вы знаете некоторые люди задают мне такой вопрос а как научиться полюбить себя вообще что означает любовь к себе а